здравствуйте меня зовут александра я хореограф и фитнес-тренер обожаю читать для читать нужно всегда оставлять время я считаю что это в наше столь нелегкое время это лучший антидепрессант это очень хорошо вытаскивает в любой ситуации мои фавориты это экзюпери маленький принц потому что эта книга не дает забыть нам о том насколько для нас в любой ситуации важна любовь дружба поддержка верность и преданность также моя любимая книга это моя любимая писательница маргарит митчелл скарлетта хара это идеал женщины для меня с детства просто учусь у нее всему книга из детства ой я обожала я росла знаете на таких книгах это спасибо моим дедушкам бабушкам которые хранили очень большими стопками книги про екатерину великую это любимая тема дворцовых переворотов на которой я тоже выросла и для меня всегда пример женщины стойкости ее гордости как бы ни было плохо больно когда речь идет о стране о россии поэтому такие великие женщины как екатерина великая скарлетта хара это должны быть примером для нашей молодежи для наших нынешних девушек меня зовут валерия я учусь на пятом курсе лечебного факультета медицинском университете я не могу выделить какую-то одну любимую книгу наверное на ум приходит сразу несколько первую очередь я вспомнила призрак оперы гастона леру это произведение я читала когда была на море и мне она запомнилась потому что несмотря на то что я лежала в таком жарком климате рядом с водой я отчетливо представляла события которые происходили в зимний период и смогла вот это все прочувствовать и даже поначалу почувствовала какую-то мистику который на самом деле не оказалось затем это три товарища ремарка это книга которая меня зацепила больше всего и наверное у меня после нее появился больше интерес к чтению и из последнего что я прочитала это черные кувшинки мишель и бесси это французский детектив вот там мне понравилась сюжетная линия потому что события разворачиваются очень неожиданно для читателя и в середине книги ты уже начинаешь задумываться а что-то здесь не так и ты уже не можешь остановиться и продолжаешь и продолжаешь читать я андрей горячкин делаю контент книга 451 градус по паренгейту она привила мне любовь к чтению в целом мне показалось что в ней собрано то к чему мы возможно идем вся опасность все то к чему нам стоит относиться немножечко аккуратнее ну и плюс в целом я полюбил антиутопии за их такую прямолинейность я понял что можно начать читать книгу а потом развить свою мысль так что дальше можно барахтаться в своих фантазиях мыслях чем-то еще я многие книги не дочитывал но я дочитал если честно не помню как ко мне попало но возможно мне ее посоветовали как легкое чтиво какое-то которое мне в то время и требовалось это было лет 18-20 где-то мне тогда и я не любил читать благодаря школьным произведениям возможно огромным школьным произведениям меня зовут ольга макарова я старший научный сотрудник в городском музее искусства омска любимых книг очень много то есть чтение это вообще мое хобби по жизни то что мне помогает вдохновляться перезагружаться от работы от всего прочего я скажу наверное не про любимую про книгу которую читаю сейчас эта книга отец смотрит на запад молодого автора екатерины манойла она очень меня впечатляет очень всем рекомендую это книга про рождение девочки на границе россии казахстана и очень такая захватывающая история я подписана и на книжных блогеров на много книжных магазинов и я стараюсь следить за новинками то есть современная литература и российская и зарубежная вот мне очень интересно потому что в большинстве случаев это мои современники очень часто даже мои ровесники и очень интересно их мнение тоже о чем они думают сейчас как они видят тоже понимают современный мир и это очень здорово меня зовут светлана кашапова я учусь на втором курсе омского музыкально-педагогического колледжа на факультете актерское искусство у заслуженного артиста россии гончарука александра анатольевича в данный момент мое любимое произведение это песни про купца калашникова михаила юрьевича лермонтова у нас недавно была премьера где я играю главную роль алену дмитриевну естественно мы очень долго говорились в этом произведении она на самом деле очень глубокое когда ты начинаешь углубляться в него приходят новые смыслы новые понимания каждый с каждым спектаклем ты открываешь для себя что-то новое и в своем герою и в самом произведении даже в писателе главная героиня у меня взрослая женщина она имеет детей она замужняя она попала в очень тяжелую ситуацию то есть она была изнасилована и я учусь только на втором курсе это надо было все прожить найти ту несправедливость которая происходила у тебя в жизни для того чтобы сопоставить со своей героиней это было тяжело но мы сделали это вместе с моим учителем вместе с моим коллективом мы долго работали над ролями главных героев особенно и моя героиня я считаю ее очень сильный потому что несмотря на свою судьбу на позор который с ней произошел она пришла к мужу честно созналась в том что она не виновата я горжусь своей героиней наверное горжусь тем что я могу играть эту роль то что мне это доверили меня зовут никита я учусь в сибирском юридическом университете уже на третьем курсе специальность у меня гражданско-правовая административное право ну и там уголовное маленькое захватывая ну юрист в общем считаю конечно же люблю сейчас как правило читаю с телефона потому что книги достаточно стали дорогие да и тяжелые не всегда помещается в рюкзак последняя мною прочитанная книга была зигмунд фрейд ведение психоанализ у нас сейчас просто есть предмет психология профессиональной деятельности там у нас очень харизматичный преподаватель и она нам советовала книги которые необходимо прочитать и я вот благодаря ее наставлению начал ее читать книга достаточно сложная в понимании особенно в фрейд имеет некую структуру по нескольким я я эго я эго и главное эгоцентрично их достаточно сложно понять но благодаря этой книге можно понять саму суть я какие мне желания на самом деле как-то по-другому смотришь на людей через призму этого произведения скажем так ну мне очень понравилось на самом деле есть не еще обсуждал в эту книгу с моим преподавателем как раз таки психологии и мы с ней что-то получше наверно обсуждали как раз таки вот эти идеи фрейда очень интересным самом деле добрый день меня зовут светлана я врач педиатр я вот с работаю в моем рюкзаке фонодоскоп он никуда не делся потому что я участковый педиатр и педиатр в клинике да я пытаюсь все успеть и вот по моему у меня получается все таки сейчас я читаю госпожу бавари потому что она у нас будет в обсуждении на книжном клубе как раз таки но я не смогу попасть потому что я дежурю но все равно читаю и у меня очень много профессиональной литературы но никуда не деться приходится так вот у меня на столе консультант педиатра и алиса петровна казанцева у нее очень небольшие такие рассказы очень про жизнь они очень смешные можно эту книгу открыть на любой странице и вот так вот просто выцепить в течение дня прочитать и и настроение поднимается и когда понимаешь что все вообще неплохо в жизни рекомендую здравствуйте меня зовут надежда я студент колледжа сша б по направлению правоохранительная деятельность профессия юрист на самом деле у меня не настолько много времени чтобы читать книги так как в основном я увлекаюсь законами но любимая моя книга зодиат так как там рассказывается про следователей которые пытаются разобрать это дело про серийного убийцу которого до сих пор не могут поймать да это полностью связано с моей будущей профессии так как я в дальнейшем мечтаю попасть на следователя и надеюсь что у меня все получится и книга очень интересная меня зовут галина хамзина я участница книжного клуба александры макаровой и сегодня я впервые присутствую в пушкинской библиотеке на библионочи я расскажу последнюю книгу которую я прочитала эта книга анны старобинец лисьи броды эта книга повергла в меня восторг настолько эмоционально я прониклась творчеством этой писательницы что пропустила весь отдых на алтай все ушли в горы а я читала до утра я рекомендую эту книгу для прочтения абсолютно каждому кто хочет почитать что-то новое узнать о путешествиях о границе россии китая о отношениях военных и людей простых проживающих на этой границе а также о природе и там очень интересный сюжет который лихо закручен и до последней страницы ты не знаешь чем он закончится руси нафруслан александрович студент томского государственного университета имени достоевского учусь на втором курсе направление журналистика ваш будущий коллега нас обязывают читать много хотели бы мы этого или нет но при этом на каникулах находится время для того чтобы читать литературу которая нравится лично мне они которая нужна для сдачи экзаменов последняя книга которую я читал это черный лебедь носим николас талеб причем я ее перечитывал уже второй раз жизни и следующей книгой на следующих каникулах я уже хочу прочитать вторую часть этой книги это антихрупкость книга если кратко вообще не гуманитарная не художественная то есть несмотря на то что учусь на гуманитарном направлении меня привлекла техническая составляющая эта книга по большей степени о математике экономики случайно и влияние случайности на нашу жизнь я занимаюсь спортивной журналистикой и книга черный лебедь была с неким советом спортивного журналиста вадима лукомского я прислушался к этому совету тоже прочитал и понял что эта книга очень сильно поменяла мои взгляды на жизнь на любые проблемы которые могут внезапно произойти в принципе после прочтения черного лебедя я точно могу сказать что никаких проблем больше не существует это просто временные трудности меня зовут вера алексеевна я пенсионерка работала но сейчас помогаю воспитывать внуков и занимаюсь самообразованием много читаю но вот в настоящее время я читаю анастасию цвета его я вообще очень люблю этого писателя она пишет об обыкновенных вещах так интересно что даже захотелось ее повторить вот вчера я читала идет такой длинный рассказ маринина квартира о том как марина ее сестра когда вышла замуж искала квартиру в москве там не то что искала и и родственники дали деньги на дом и вот они объезжали смотрели разные варианты и вот настолько она живописно это все рассказывала что мне даже захотелось вспомнить а в каких я жила домах каких я была квартира но мне сильно похвастаться нечем да папа был военные мы переезжали из гарнизона в гарнизон и жилье у нас было не такое богатое как у них в общем читать очень интересно особенно хороших писателей и я думаю о том что я очень много не успела прочитать да наверно уже не успею книг очень много авторов очень много современную литературу вообще никогда читать они же еще не прославились не хочется даже на них время тратить честно говоря меня зовут зовут евгений мне 33 года работаю работаю на складе вспомнилась мне книга братьев сургатских понедельник начинается субботу я ее ну раз наверное 15 перечитал может больше как-то такая не знаю может быть легкая веселая с такой сложно сказать с чем но когда немного грустно или хочется что-нибудь поностальгировать я вот перечитываю эту наверное это необычный мир именно вот этой книги то есть я в принципе много книг из тругацких фантастики читал но именно вот это вот она наверное своей легкостью своей такой детскостью и наверное вот этим зацепило и всегда поднимать настроение что ли экранизация пробовал посмотреть на самом деле мне не очень понравилось книги книжки лучше меня зовут настя я журналист ведущая подкастов и книжный любитель я люблю читать все больше всего я люблю просто бродить по книжным магазинам это для меня такая медитация так и провожу свое свободное время я ношу книги с собой не всегда их читаю просто ношу мой молодой человек говорит что это мой способ повыделываться перед перед теми кто едет в автобусе или перед теми кто сидит в кафе когда я пытаюсь все-таки вникнуть в чтение но нет для меня это просто удовольствие у меня нет одной любимой книги у меня их 6 эта серия книг о мальчике который выжил о гарри поттере эти книги которые меня мотивируют не сдаваться не останавливаться для меня эта история о настоящей дружбе настоящей чистой любви о том что всегда важно искать свой путь и стараться с него не сходить или во всяком случае на него возвращаться эта книга который меня мотивирует например я не так давно купила себе книгу на оригинальном английском языке я не очень хорошо знаю английский в школе не приходились по душе учителя которые у меня были и английский в отличие от литературы прошел мимо меня читать я полюбила но на английском так и не сильно научилась говорить бегло могу но вот и литературный английский для меня пока не доступен и эта книга для меня мотиватор потому что она безумно красивая не только моя любимая история но еще и прекрасные картинки которые я тоже люблю детства вообще очень люблю сказки что она безумно красивая неизвестна